Добрый ранец! 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 новые сделки и проекты. Светлана Грутько, Олег Фитцнер, Телеканал Мазыр. Специально для телерадио компании Гомель. У нашем регионе нема проблем с обеспечением аптек лековыми сродками. Глядя на больше высокий опыт у этого периода года, на складе створены запас продукции на 3-4 месяцы. Подробности в наступном сюжете. Что год на аптечном складе створается запас леков на 3-4 месяцы на период сезонного уздыма захворывания. Это рубится для бесперебойного и своечасового запеспечения аптек усим необходимым. Сюда относятся против вирусные и против запаленшие препараты, антибиотики, маски, термометры. Тезно наладжены контакты с белорусскими заводами вытворцами такой продукции. Если же мы видим, что какое-то лекарство больше пошел его расход, значит мы связываемся с заводом, делаем дополнительную заявку, отправляем автотранспорт, привозим, далее пополняем склад и дальше оно движется в аптеке. Независимо от того, выходной день, либо будни, значит, работают и автотранспорт, и другие службы задействованы. У Гомеля лекарства поставляются у аптеки в штадионном режиме. Заявки робятся электронным способом и на протягу дня, в зависимости от отлеглости, лекарства завозятся у аптеки. Пополнение у нас происходит, мы по электронной почте заказываем на аптечном складе товар, его нам отгружают, мы получаем и реализовываем. Ну что, как быстро у нас это происходит? У нас сейчас, конечно, спрос на противовирусные препараты довольно велик, но у нас перебоя нет. Специалисты означают, что у любым выпадку леки есть леки. При первых симптомах захворывания лучше звертаться с початку до урача и только потом исти в аптеку. Головное – не займаться самолечением. Юген Пабылавец, Вольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». В областном центре отбулася промая линия, которую провел генеральный директор коммунального вытворчого унитарного предприемства Гомельская городская жильова коммунальная господарка Виктор Кулага. Телефонные звонки начали поступать сразу после початку промой линии. Людей цикавили разные на керунки деятельности предприемства. Некто скардиусе на отсутность горячей воды у квартиры, а ктось на протяглое перепады осветления у подъезде. Усе проблемные пытания взяты на контроль, и звернувшимся пообяцали вырошить их у ближайший час. Шмат звонков отычилася новых принципов оплаты жильово-коммунальных послуг. Нагадаем, что сгодно с указом номер 535 з'явилися новые увядения, связанные с заплатой уборки подъездов, подтриманья парадка у дворах и корыстанья лифтом. Виктор Кулага дау расслумачэнью усім звернувшимся и особенно отзначил повышение оплаты за коммунальные послуги, поуплывая на переразмеркование сродков. И таким чином узрасти объем работ по ремонте жильевого фонду. Значительно увеличили на 25 млрд объемы, выделенные городу на капитальный ремонт жилфонда. На 5 млрд увеличился объем финансирования непосредственно на ремонт лифтового хозяйства. Если в прошлом году мы отремонтировали капитально всего, выполнили комплексный капитальный ремонт 10 жилых домов по городу Гомелю, то в этом году эта цифра вырастет до 27. Это порядка более чем в 2,5-2,7 раза больше, чем в прошлом году. До інших тем. У Гомельским державном университете имя Франциска Скарыны вызначили пераможца областного этапу конкурсу навуково-технічной творчасти «Техноинтеллект». Якие проекты сё лет распрацевали, представили удельники. Даведаўся Яуген Пабалавец. До удела у конкурса допускаются навучэнцы во узросте до 18 годов. Усяго сё лета было подадено больше як 100 заявок. География широкая, представлены амалюсе районы в области. Вообще главная цель данного конкурса – это привлечение талантливой молодёжи к участию к этому конкурсу, пропаганда и развитие научно-технического творчества, и, скажем так, привлечь внимание к инновационным технологиям будущего поколения, потому что много секций, которые соответствуют духу времени. Один з таких проектов – модель танка для разведки. Подобная техника в реальном жити може лёгко переодолювать разностайные пирожкоды, маневрювать. Выкорэстовываецца для коррэктировки огню и не боіцца самых сучасных армат. Эта модель отличаецца от новых видов вооружэния тем, что на неё будѐд ўстанойт електромагнитный ускоритель МАЗ. То есть это пушка, которая сможет поражать любые танки. Яшэдна з яскравых вынаходак – аналоговы металлодетектор. Инновация распрацовкі ў тым, што ў залежнасті от тыпу металлу, памера і глыбінія гознаходжання падзямлёй, гадограф паказывае розныя галаграммы. Гэта патрэбна, каб не марнаваць час на пошукэй ўсяго запар. К примеру, возьмём медную монету, он паказывает вектор вправо вверх. Возьмём латунь, вектор ўже направлен влево вверх. Возьмём железо, просто горизонтальна линия. Павыньках работы ў шасті секціях вызнашаны патрэй перамошцы. На протягу месяца яны будуть рыхтавацца да паездкі ў Мінск. На республіканскі этап конкурса «Тэхный интэлект» отправяцца сборная каманда Гомельской в області ў складе 18-ти шалавек. Конкурс адбудзецца на прэканцы лютага на пачатку сакавяка. Явген Паблавец, Максим Славін, Телерода, компания «Гомель». У Гомельской областной универсальной бібліотэцы «Мя Ленина» стартаваў новы культурно-асветніцкі праект «Год культуры ў бібліотэцы». Ягод правной кропкай стала сустрэча чытачоў з мастацтва знаўцам, намеснікам дырэктора бібліотэчныў установы Олегам Ананўевым. Удзельніками праекта стали 25 младых людзей. Реалізація праекта запланована на увесь будучы год. У праграме сустрэчы з вядомымі гомельскімі мастакамі, режісёрамі, актёрамі, скульптарамі і іншымі дзеячымі мастацтваў. А крамя таго, ў маладых людзей з'явіцца макчымась наведаць шырах концэртаў, выстаў і спектакляў. Вынікі праекта падвядзе экспазіція творчасті «Артмікс», на якой маладыя людзі праставіць свае дэбютныя творы. Культурно-просветніцкі праект «Год культуры в бібліотекі» адресоўн, в первую очередь, молодёжі. Мы выбрали училище строителіў, імэна преднамеренно, не специализірующіся на осваэні іскусства, для того, чтобы дать им представлениў о том, шо такое современное іскусство, о том, што творцами этого іскусства являюцца нашы землякі, і пабудзіць их даже к сотворчыству. У Гомеля адбыліся гастролі артыста ў театра «Масковская Аперэта». На суд глядачоў яны працтавілі камедэйныў музычныў пастаноку «Цыганскі Барон». Гэта Аперэта таліновітага аустрыўскага компазітора, сына рода пачынальніка «Сусвет» навядомай музычныў дынасты і Агана Штрауса. Яна была написана ў 1885 годзі, мэла вілізарны поспіх. У спектакля длюстравана тема чалавечай годнасті і ўсё пераможнага кахання, національнага гонару і мкнені да свабоды. Дзяння Аперэта разгортвыцца ў аустрабенгры ў 18-ым стагодзі. Сюжэт пастанокі немудрагелісты. Гэта історія кахання барона Барэнкая да цыганкі Сафі, дзе ўсі інтрыгі недоброзычлівцаў адступаюць перад чыстым і глыбокім пачыцём молодых героеў. Асаблівы каларыту музычны спектаклю носіць яркі акастюмы, декарацыя, таксама запальныя цыганскія песні і танцы. На сцене Гомельскага городскога центра культуры комедийную пастаноку цыганскі барон працтавілі дзевіць профісійных артыстаў театра «Масковская Аперэта». І гэта была пошня інформація ранішніга выпуску. У студы працывала Наталі Ігнатянка. Я і мая калігі жыдаем вам плённага дня. Да новых сустріч у эфіры! Наталі Ігнатянка.